Если не будет детей в спорте, не будет спорта как такового, откуда кадры-то растить? Независимо от ничего, надо просто ходить по ходу, ходить на маршруты. И вот тогда спортивный туризм будет развиваться сам по себе очень быстрыми темпами. Документ большой, 800 страниц. Помочь можно только одним – проводить соревнования в регионах. Предложение по изменению или нормативке мог внести любой турист. Спортсмены, они сами будут спортсменами. Они хотят этого, и они найдут способ участия в соревнованиях. Эти шесть участников соревнуются с природой. Даже если вы не хотите участвовать в соревнованиях, надо тоже почитать эти правила. Что такое спортсмен? Он должен тренироваться целый год. Тогда это спортсмен. А если он раз в год сходит в поход, какой он спортсмен? Совсем недавно были приняты и утверждены новые правила вида спорта – спортивный туризм. И сегодня у нас в гостях сопредседатель всероссийской коллегии судей, вице-президент по развитию дисциплины маршрут, прошу прощения, мастер спорта Сергей Иванович Костин. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте, да. Очень приятно. Сергей Иванович, я знаю, что вы являлись, можно сказать, главным инициатором по созданию и изменению правил вида спорта – спортивный туризм. Скажите, зачем вообще понадобилось менять старые? Ну, инициатором изменения, это, наверное, круто сказано, мы все живем по законодательству, вся страна живет наша по законодательству. Мир меняется, меняется Россия, меняется законодательство России, меняется министерство спорта наше российское, соответственно, меняются и виды спорта. И вот в этом развитии потребовалось как раз формировать новую нормативную базу по виду спорта нашему, спортивный туризм, и, соответственно, писать новые правила. А предыстория к этому, в 2018 году министерство спорта выпустило новые рекомендации по написанию правил вида спорта. И издалый циркуляр – все виды спорта должны привести свои правила под единый такой формат. И вот мы под этот формат начали с 2019 года отрабатывать эту ситуацию. К сожалению, любой документ нельзя писать всем-всем-всем колхозам. Поэтому, естественно, выбираются люди, кто работает с нормативкой, кто работает, кто может писать, кто знает законодательную базу относительно хорошо. Вот эти люди и работают над созданием правил. В 2010 году я участвовал в написании правил нашего вида спорта. В 2013 году мы их переиздавали, я тоже принимал участие. У нас был редакторский коллектив, и мы его все готовили. И вот сейчас подошло время, и в 2019 году мне пришлось тоже создавать некий коллектив, редакторский, который работал над этими правилами. Народу работало достаточно многое. Региональные лидеры спортивного туризма работали. И работали наши члены маршрутной квалификационной комиссии на всех уровнях. Но, к сожалению, написать такой документ готовый всем вместе, я еще раз повторю, нельзя. Поэтому основные идеи, которые были предложены, они каким-то образом находили отражение, либо просто отсекались, потому что они не соответствовали сегодняшнему дню, не соответствовали той нормативной базе, которая существует. И фактически я вот занимался, начал заниматься над маршрутной частью и основной частью наших правил, так называемым общим разделом. Я это совместно с Павлом Спартаковичем Величко, мы подготовили эти два раздела, вместе редактировали, потом вынесли на суд. Это был конец 2019 года. Мы вынесли на суд, и вот тут началось самое интересное. Началось согласование внутри нашего туристского сообщества. Вы давались такие предложения, и то не так, и здесь не так, и давайте упростим, и давайте это... А как это происходило вообще? То есть это дистанционно происходило, или вы рассылали кому-то различные варианты, форум какой-то? Ну, во-первых, 2020 год, как вы сами понимаете, он для нас все тяжелый был, он дистанционный. Вот, поэтому вообще регулярно мы проводим наши сборы в Москве или в крупнейших федерациях, проходят семинары, где обсуждаются актуальные вопросы. В прошлый год он пролетел мимо этого, поэтому все, естественно, работалось дистанционно. Но учитывая то, что наш маршрутный туризм, он держится на основной маршрутно-квалифационной комиссии, так называемой. Если мы рассматриваем спортивную составляющую, то это Всероссийской коллегии судей. Вот эти две основные комиссии, с учетом кадровой комиссии по подготовке наших кадров, вот эти три основные составляющие, которые, в общем-то, занимались подготовкой этих правил. И согласование, понятно, что если мы запрашиваем Новосибирск или Красноярск, то мы не берем всю федерацию, которая там, всех членов федерации Красноярска, и они участвуют в этом. Нет, выбираются просто активные лидеры, наиболее, так сказать, опытные, наиболее опытные люди в этих вопросах. И происходит опрос. Водная комиссия, там порядка 40 человек, они работают сами по себе. Горная комиссия, там тоже порядка 35 человек, они тоже сами работают. И вот те наработки, которые они делают, они попадали к нам. Мы их собирали, обрабатывали и выдавали некое решение, которое предварительно мы шли в Минспорт. Минспорт выдает нам рекомендации, говорит, ваши правила должны отвечать этому. А далее, когда приносим вариант наших правил, там четко идет по пунктам. Есть этот пункт, нету, значит, надо внести. А вот это, что вы написали, это лишнее, это не должно здесь быть. То есть, получив некую вводную, мы потом готовим готовый документ, который соответствует этим рекомендациям. И если предложения с мест, они противоречат этим рекомендациям, мы не можем включить эти предложения. Сергей Иванович, я вот хотел бы немножко вернуться. Я, насколько знаю, вы с 2005 по 2018 год являлись председателем Центральной маршрутной инвестиционной комиссии России. И вот эти люди, которые принимали участие, они были отобраны вами в связи с тем, что вы хорошо знали тех специалистов, которые в этой сфере работают. Или это было как-то тоже коллегиально решено, кто будет принимать участие. Или это просто любой какой-то общественник, который захотел принять участие в изменении этих правил, и он прислал там свое предложение. Как-то было это урегулировано? Я понял вопрос. Ну, понимаете, да, я был председателем Центрального маршрута инвестиционной комиссии, но не я же ее создавал. Ее создавали региональные федерации. Они выдавали кандидатур, которые федерация российская хотела бы видеть в Центральном маршруте инвестиционной комиссии. И здесь право выбора и предложения оставалось за федерациями. Понятно, что на региональном уровне там были свои маршруты инвестиционной комиссии, и вот они, ведущих лидеров, они выдвигали в состав Центральной маршруты инвестиционной комиссии. А так как мне пришлось поработать более 10 лет, понятно, что я знал региональных лидеров достаточно хорошо на наших всех сборах, семинарах, тусовках на наших. К сожалению, задуманное выполнить мне не удалось за эти 12-13 лет. И в 2018 году мне просто пришлось оставить этот пост, дать дорогу молодым, активным, пусть они попробуют сделать то, что предлагалось и задумалось. А я перешел вот на немножко другую деятельность. Сергей Иванович, ну вот эти вот люди, которые непосредственно принимали участие в разработке правил, это общественники же? Это чистые общественники, чистые общественники. И я скажу так, что на самом деле предложение по изменению или там нормативке мог нести любой турист. Не обязательно он должен быть там мастером спорта или там членом президиума там Московской Федерации или там Федерации Красноярского края. Совсем не обязательно. Он мог прислать по электронной почте любые, о том, что мы пишем и готовим эти новые правила, об этом было известно. Были деланы рассылки, были... Так любой документ готовит Федерация. Поэтому ни от чего мы не закрывались. Но я еще раз подчеркиваю, если один говорит, что надо сделать так, второй так, третий так, понятно, что сколько людей, столько и мнений. А правила должны быть едины. Они должны отражать законодательную базу и должны отражать суть нашего вида спорта. Вот результатом вот этой работы, я не знаю даже, как это назвать, 850 страниц там около того получились правила вида спорта. Если честно, я пытался подготовиться как-то к эфиру и посмотреть на уровне своего какого-то восприятия, понять, что же изменилось. Вот. И решил, что лучше всего обратиться непосредственно к человеку, который занимался этими изменениями. Вот. Расскажите, на что вообще стоит обратить внимание современным спортсменам? Вот смотрите, предыдущие правила 13-го года, там было порядка, по-моему, 45 страниц. Ну, где-то около. А здесь 850. Значит, ну, отчасти, отчасти. Это вызвано тем, что рекомендации, которые были, они более широкие. И нам пришлось в эти новые правила внести фактически регламент по спортивному туризму. Ну, или по туризму. У нас не было. У нас регламент, он назывался общий. Потому что, как вы понимаете, на маршруты, в походы или путешествия ходят не только спортсмены. Обычные путешественники ходят. Им и соревнования не нужны, им разряды не нужны. Им надо сходить на природу, пройти интереснейший маршрут, познакомиться с краем, с той точкой, куда они собрались. Поэтому регламент, он, конечно, был заточен на все сразу. И спортивную составляющую в том числе. А правила были маленькие, 45 страниц. А сейчас требование вылилось во что? Требование Минспорта. Что наши правила должны содержать тот самый регламент, по которому мы выпускаем в походы. И допускаем к соревнованиям. И вот тут-то пришлось глубоко поработать. Но надо сказать, что у нас есть три составляющие сейчас. Есть маршрутная часть, есть дистанционная часть. И появилась новая дисциплина северной ходьбы. Вот отчасти изменения правил связана с тем, что появилась новая дисциплина. Ее надо было вставлять в новые правила. То есть, либо надо изменять правила, дополнять их, либо, Аня, совпало, мы писали и включали эту спортивную дисциплину тоже туда. Так вот, на уровне маршрутной части мы проработали. И все наши виды туризма, пешеходный, лыжный, горный, велосипед и так далее, мы все объединили, создали некую структуру таблиц и объединили в одном разделе. А дистанционщики, они пошли по-другому, извините, я так и буду их называть, дистанционщики. То есть, люди, ответственные за развитие группы дисциплин, дистанции. Они пошли по-другому пути. Они взяли ответственных людей по дисциплинам. По каждому виду. И они подготовили некий шаблон, по которому надо было написать правила. И в результате эти правила вылились во что? Что отдельные пункты, отдельные пункты, они повторяются в каждой спортивной дисциплине. И получилось восьмикратное, ну, грубо говоря, увеличение. На самом деле, я, конечно, утрирую, так сделать, ну, по-другому, может быть, и можно было как-то сократить. Но это не факт, что сильно бы сократились правила. Ну, уменьшились они бы до шестисот страниц вместо восемьсот. Но в целом, вы говорите совершенно правильно. Учитывая то, что регламент очень жесткий, и там надо прописать, и какие веревки используем, и какие узлы завязываем. Никогда в правилах такого не было. А сейчас им потребовалось дистанционщикам все прописать. Понимаете, да? И то же самое, такие же аналогичные требования были предъявлены и к маршрутной части. Но здесь либо опыт сказался, либо что, но мы нашли вариант. И в результате наше правило с учетом основного раздела занимает там 125 страниц. Все остальное занимает дистанции и северная ходьба. Надо сказать, что северная ходьба – это вообще новая дисциплина. Она пришла к нам внезапно. Мы, честно признаться, даже не ожидали. Они попросились к нам под крыло. Буквально недавно в ЕВСК было принято. В ЕВСК не принято. Ни в ЕСК не принято. Было принято министерством решение, издан приказ о признании спортивной дисциплины северной ходьбы. Но для того, чтобы северная ходьба развивалась, должны быть инициаторы, люди, которые занимаются этой северной ходьбой. И вот тут у нас некоторое получилось разночтение. Особенно, наверное, в региональных каких-то организациях. Да, к сожалению, регионы, если они занимаются на уровне ходьбы как таковой, северной, с палками, то на уровне спорта, как спортивной дисциплины, федерации к этому, к сожалению, не готовы. И не во всех регионах есть стыковка между лидерами просто северной ходьбы и лидерами спортивного туризма. Но, тем не менее, работа такая ведется, соревнования начали проводиться. Но, опять же, по, как вы понимаете, по любому требованию, министерство предъявляет вполне нормальные требования, которые прописаны и всем доступны. Что должно быть для признания спортивной дисциплины? Должны проводиться соревнования, должны быть это, должны быть правила, и должны быть подготовлены разрядные требования ЕВСК, так называемые. А кто их будет готовить? И вот тут людей, которые занимались северной ходьбой, которые фактически к нам пришли, оказалось не так много. Хорошо дистанции им помогли. Они дали им свой шаблон, они им помогли создать раздел в правилах и фактически, фактически помогли им подготовить ЕВСК, разрядные требования. Я вот не очень хорошо понимаю в северной ходьбе, как и, наверное, многие туристы. Есть ли какая-то принципиальная разница между вообще северной ходьбой и ориентированием? Мне казалось, что это очень близкие в каком-то смысле... Ну, я вас понял. Ну, смотрите, что такое просто ходьба спортивная, вы понимаете? Ну, я видел, конечно, по теме... Видел, да? Значит, там есть определенные особенности. Если человек выйдет на старт и побежит, ему зачтется старт в ходьбе спортивной. Нет, нет. Понятно, что есть техника. Конечно, есть техника передвижения. Вот он должен показать эту технику. В северной ходьбе точно так же есть техника передвижения, но только с использованием спортивного инвентаря палки. Палки для ходьбы. А в ориентировании? В ориентировании нет такого. Там встал и побежал. Ты хоть задом иди, хоть передом, хоть боком, хоть прыгай через кочки. Ты главное найди контрольный пункт и сдай. А в северной ходьбе нельзя. Там есть маршрут и есть участки на маршруте, где будет проверяться твоя техника. Понимаете, да? Поэтому это более сложный такой вот элемент. А участки, они будут как-то скрыты от участников или они будут очевидны? Есть разные там виды стартов, виды программ. Можно с ориентированием, можно, так сказать, чисто вот на стадионе поставить там определенную трассу. И вот покажите вам, как вы техникой владеете. И будет оцениваться техника. Точно так же, как в синхронном плавании. Что оценивается? Там техника оценивается. Правильно? В гимнастике что оценивается? Там не просто прыжок, но и техник как-то. Поэтому, а что в спортивном туризме оценивается? Там, в общем-то, тоже техника прохождения оценивается. Ведь мы говорим о соревновании по спортивному туризму. А что на самом деле на маршрутах? А что на самом деле на маршрутах происходит? Кто с кем соревнуется? Шесть участников между собой, что ли? Нет. Эти шесть участников соревнуются с природой. Понимаете, да? Мне хотелось бы немножко еще про северную ходьбу поговорить, чтобы уже тогда не отвлекаться. К ней не возвращаться. Значит, сейчас, я так понимаю, что если правила вида спорта для северной ходьбы разработаны, они теперь есть. Да, они утверждены уже. То есть, в принципе, проводить соревнования можно, а разряды получать пока еще нет. Разряды, для того, чтобы получать разряды, федерация должна разработать и согласовать, и утвердить в Министерстве спорта документ, так называемый ЕВСК. Разрядные требования. Нормы, требования, условия их выполнения, разрядных требований по виду спорта, спортивный туризм. Так как спортивная ходьба – это дисциплина, значит, это нормы, они единые для всего вида спорта. Они не могут быть разряды для спортивной, разряд для... Понятно, что там таблицы могут быть свои для спортивной ходьбы, северной ходьбы, для, так сказать, маршрутов, для дистанции. Они разные таблицы, но они для всего вида спорта утверждаются единожды, все вместе. Так вот, сейчас идет только процесс согласования ЕВСК. Ну, в правилах вида спорта, наверное, насколько я помню, я, правда, смотрел еще в январе, значит, там прописано, что можно, кажется, получать разряды, они там как-то до первого разряда, по-моему. Вот, то есть это просто какая-то рекомендация или что-то? Это желание. Это пожелание. А это пошло в основные, как бы, в основные правила вида спорта или это? Значит, я еще раз повторю. Правила спорта – это документ, по которому проводятся соревнования. А разрядные требования – это результат участия в этих соревнованиях. Это совершенно другой документ. Он говорит, что если спортсмен поучаствовал в соответствии с правилами в соревнованиях, то для каких-то соревнований можно выполнить, на каких-то соревнованиях можно выполнить такой-то разряд, на каких-то такой-то, а на каких-то такой-то. Но, к сожалению, я еще раз подчеркиваю, за два года работы с «Северной ходьбой» мы не представили в Министерстве никаких протоколов о проведении соревнований, хотя они проводятся. Поэтому и разрядных нет на сегодняшний день. — Сейчас в чем нужно помочь или на чем средоточиться региональным, возможно, федерациям спортивного туризма для того, чтобы легализовать тогда «Северную ходьбу» в рамках именно спортивного туризма? — Мы рассылаем регулярно наши циркуляры, мы звоним, просим помочь, мы включаем в календарные планы эти соревнования по «Северной ходьбе». Помочь можно только одним — проводить соревнования в регионах. Значит, федерации, раз это спортивный туризм, значит, федерации спортивного туризма должны проводить соревнования по «Северной ходьбе». Вот и все. — В общем, нужен, по сути дела, инициативный человек, который пришел бы в федерацию и сказал, я хочу проводить соревнования. Есть у вас такое желание? Приходите в Московскую федерацию и говорите, я буду проводить соревнования по «Северной ходьбе». Вас с удовольствием примут. Ведь это огромнейший пласт. Из-за чего мы за него уцепились? Ведь таким, ну не скажем там спорт высших достижений, но такой физкультурой и таким начальным спортом могут заниматься огромное количество. — Тем более популярность огромная. Я вот там бегаю по утрам и вижу, что люди ходят. — У меня мама ходит с удовольствием с палочками вокруг там озера. Я смотрел по нормативам, она может выполнить вполне. Ну, вернемся. Мы немножко говорили тогда уже о дисциплине дистанции. Они разбиты были сразу на несколько секторов. То есть, по сути дела, за каждый сектор. — Виды. Виды. Дисциплина, да. — И есть иконы. И сейчас, я так понимаю, даже на автомотосредствах передвижения. Это, я даже не знаю, было до этого или нет. Мне прям стало интересно. По каждому вот этому виду был специалист, который как сосредотачивал вот эти вот какие-то пожелания. — Аккумулировал все предложения и изображал их в соответствии с тем шаблоном, который приняли дистанционщики. Правил их видов. И он нашли отражение все, да. — То есть, в принципе, несмотря на то, что, казалось бы, много текста, я так понимаю, что это очень удобно для тех людей, которые занимаются именно этим видом дистанции. То есть, они открыли, им не нужно смотреть, что было раньше. То есть, они все представили. — Алексей, вы говорите совершенно правильную вещь. Документ большой, 800 страниц. Но если мы занимаемся условно маршрутами, мы распечатаем только свои 120 страниц. Конные дистанции, они распечатают только свой регламент, свою часть, конную, ну и общую там 15-20 страниц. В результате их документ тоже будет небольшим, там 100 с небольшим страниц. И так по каждым спортивным дисциплинам. И тогда правила будут легко читаемые. Но для утверждения они должны быть в едином документе. Поэтому 800 страниц. Ну, в общем, может быть, тогда это и неплохо. Я с нетерпением жду, когда мы перейдем к самому интересному. Я как человек, можно сказать, маршрутчик по-нашему. — Маршрутник. — Маршрутник. Занимаясь пешеходным туризмом, вы мастер спорта по горному туризму, я знаю. — Да. — Вот. И какие же, может быть, и наши зрители, они в большинстве в своем любят ходить в походы. И для них, конечно, интересно, что же, какие изменения вступили в силу с новыми правилами именно дисциплиния маршрута. — Ну, во-первых, я бы что хотел сказать всем туристам, независимо от того, относится он себя к спортсменам или не относит. Потому что, на самом деле, общество очень широкое. Если мы посмотрим социальные сети и прочее, кто там тусуется, то там есть и спортсмены, и есть не спортсмены. Есть люди, которые не воспринимают спорт как таковой в спортивной туризме. А есть, наоборот, те, кто ярые защитники спортивной составляющей в спортивном туризме. Так вот, я что хочу сказать. Независимо от ничего, надо просто ходить в походы, ходить на маршруты. И вот тогда спортивный туризм будет развиваться сам по себе очень быстрыми темпами. Если мы перестаем ходить в походы, то у нас нету составляющей. У нас нету детской составляющей, у нас нету коммерческой составляющей. Я имею в виду маршрутной коммерческой составляющей. Сейчас очень модно купить тур, заплатить деньги, и вас проведут по всем прелестям Алтайского края, и вы пройдете маршрут третьей категории сложности. Или сплавитесь по реке четвертой категории сложности, только заплатите деньги под руководством инструкторов и прочее. Сейчас это модно, это веление времени, потому что отпуска все сжаты. Люди не могут себе позволить лишней роскоши потратить свое личное время на подготовку и разработку маршрута. Им проще заплатить. Это как кулинария. Вместо того, чтобы покупать в разрозницу овощи и готовить себе ужин, пошел в кулинарию, купил блинчики, разогрел и покушал. Очень быстро. Так же и здесь. Поэтому, если мы будем ходить, и этого достаточно. Спортсмены, они сами будут спортсменами. Они хотят этого, и они найдут способ участия в соревнованиях. Ведь вообще, я вот уже говорил, что такое спортивный туризм как спорт как таковой. Кто с кем соревнуется. И что мы оцениваем, когда мы проводим соревнования и пытаемся подвести итоги по этим соревнованиям. А ведь правила на это заточены. В старых правилах там ничего этого не было. Там все было заувалировано. И поэтому, когда мы проводили соревнования, мы могли эти соревнования организовывать и проводить, ну, грубо говоря, как кому захочется. Регион захотел так провести, он их так проводит. Центр захотел российские провести, мы их так провели. Горники так проводят, водники так. И все было, как говорится, в шоколаде. Но единое правило нового образца, они заставляют вносить больше правовой базы. Они заставляют более четко организовывать и проводить эти соревнования. Они начинают, как только мы вернули звание мастер спорта в спортивный туризм. Если вы знаете, у нас его долго не было, около семи лет. И как только мы его вернули, ну, нам вернули с нашими усилиями, народ потянулся опять к спортивному туризму. Всем захотелось стать мастерами спорта, тем более это не так сложно, в общем-то. Я к своему мастеру спорта шел 11 лет. Через 11 лет я стал мастером спорта. А сейчас мастером спорта можно встать гораздо быстрее. Понимаете, да? Так вот, надо просто ходить в походы, и все будет хорошо. Что теперь новое в правилах? Ну, во-первых, я сказал, туда втянули регламенты. Как дистанции втянули регламенты? Точно так же мы втянули регламент из нашего старого регламента в правила. А что такое маршрут четвертой категории в горах? А что в пешеходной? А что на лыжах? И так далее. А что такое степенной маршрут? То есть, вот это все, регламент сам, он втянут туда. Из чего состоит? А что такое локальные препятствия? А это, а это. И о какое количество? А продолжительность? Это все было втянуто. И теперь, проводя соревнования, у нас есть документ, по которому мы можем более-менее ориентироваться. Вот, собираясь участие в соревнованиях, конечно, надо почитать эти правила. Даже если вы не хотите участвовать в соревнованиях, надо тоже почитать эти правила, потому что там многое, будет вам понятно, как организовать свое мероприятие, свой туристский поход, маршрут, и как его пройти безопасно. Хотя, на основе этих правил сейчас рабочая группа работает над созданием вот этого регламента, который заточен на туризм в целом, на наше движение, а не только на спортивный туризм. Мне вот интересно, вы затронули вопрос по поводу участия в соревнованиях. То есть, коснулись ли вообще изменения? Я слышал, что, ну это такое, слухи среди туристов, спортсменов, о том, что до соревнований не будут допускать тех спортсменов, которые не имеют разрядов уже. То есть, потому что было такое, к сожалению, что многие там, например, не сохраняют там справки или наоборот там не обращаются в свои там спортивные организации для того, чтобы им присуждали разряды. А у них наоборот накоплен хороший опыт, они ходят в какие-то высококатегорийные походы, вот. И есть теперь такая возможность или нету, я не знаю, для того, чтобы они не смогли поучаствовать в каких-то там высоких соревнованиях, как в этом чемпионате России? Я вопрос понял, я понимаю подвох этого вопроса, но здесь я скажу вам таким образом. Вот давайте любой вид спорта возьмем. Футбол игровой, волейбол игровой. Возьмем бег на лыжах, спринт, что угодно, биатлон возьмем. Значит, если у вас нет разрядов, вас допустят на соревнования там любого уровня. Ну, например, чемпионат России или там первенство России или там первенство округа. Возьмут вас, выпустят вас, допустят к этих соревнованиям? Наверное, нет. Вы должны формально пройти некую процедуру. Ну, во-первых, вы должны быть здоровым, медицину, да, иметь. Во-вторых, вы должны быть, если это статус высоких соревнований, чемпионат, значит, вы должны быть членом какой-то сборной команды, правильно? И так далее. Так вот, мне непонятно одно. Если мы все стараемся, ну, все, я имею в виду спортивную составляющую, если мы людей, если мы все считаем, что это полноценный вид спорта, хотя мы прекрасно понимаем, что он никакой не полноценный вид спорта, он так еще себе, но хотим считать его полноценным, потому что достижения в нашем спортивном туризме, они порой на порядок, может быть, выше, чем достижения в каком-то другом виде спорта. Центно согласен. Поэтому из этого, вот нас это будоражит, понимаете, как? Ну, и коль скоро мы себя относим к спортсменам, мы должны соблюдать все нормы спорта. Что такое спорт? Нельзя соревноваться одному спортсмену с самим собой. Должно быть как минимум два участника, соревнующихся между собой, правильно? Тогда это спортивное соревнование. Нельзя и нельзя и так далее. А как смотрит министерство? Если вы считаете себя спортом высших достижений, но при этом, так сказать, закон о спорте вам по боку, правила вида спорта, которые вы сами же разработали вам по боку, какой вы вид спорта? Какие вы спортсмены? Что такое спортсмен? Он должен тренироваться целый год. Тогда это спортсмен. А если он раз в год сходит в поход, какой он спортсмен? Я когда 8-10 лет назад приходил в министерство и говорил, ну вы же понимаете, у нас у людей отпуск-то один. Он может только один раз сходить в поход и поучаствовать в одних соревнованиях за год. Делали люди круглые глаза в министерство и говорят, а что это за вид спорта, который занимается спортом в отпуск основной работы? Это для них не очень понятно. Понимаете, да? Вот, поэтому, когда мы говорим о спортивной составляющей, то тут все-таки должны быть определенные, так сказать, рамки соблюдены. У нас был некий переходный период, еще не по новым правилам, еще и по тем старым правилам, как только мастеров нам вернули, мы фактически, ну не то, что закрывали глаза, но мы пытались выносить образовательную часть в наших спортсменов. Мы их пытались привлечь к спорту. Если ты спортсмен, разрядная книжка должна быть. Если ты занимаешься судейством, у тебя должна быть квалификация спортивного судьи, а не просто члена МКК. Что такое член МКК? Он ни за что не несет никакой ответственности. Он подписывает книжку и говорит, ребята, идите на маршрут, и что? Но моральную ответственность он же несет. Никакой не несет. Ну как, если команда не готова, разбирать можно? Вот человек прохожий, если он морально правильно воспитанный, он несет ответственность, где ему переходить улицу. Но не все члены МКК моральные ответственность несут за ту подпись, которую ставят. Вы меня обманываете. Я уже столько лет в туризме, я знаю, что туристы высокоморальные. Я много лет работал с членами МКК, и я все прекрасно знаю. И все мои потуги внести определенную ответственность в структуру работы маршрутно-квалификационной комиссии и в подбор кадров членов МКК, они не увещались с успехом. Это одна из причин, из-за которой я покинул пост председателя МКК. Ответственность должна быть. И моральная, как вы говорите, и не только моральная. Этическая ответственность должна быть. Если я дал консультацию кому-то о том, куда сходить и как сходить, я должен нести ответственность за эту консультацию. Ведь если я его обманул, тогда что? А что, как себя чувствует член МКК, который подписал группе разрешение на выход на маршрут, и там случился несчастный случай? Как он себя чувствует? И кто вам это скажет? Никто вам это не расскажет. А когда ты подписываешь маршрутную книжку условно близкому себе человеку, и потом он погибает на маршруте, тем более, как ты себя чувствуешь. Так что вот здесь немножко такой вопрос сложный. А когда мы говорим про соревнования, а там кто несет ответственность? А там несет ответственность за соревновательный процесс организации, которая проводит эти соревнования. А как вы проводите соревнования? А у нас в Новосибирске выпустила МКК группа на маршрут. А в Красноярске своя, в Питере своя. Правильно? Правильно. И что это такое? А потом все собрали в один пакет, и началось судейство. А вы не представляете себе, точнее, не допускаете себе такую возможность, что члены маршрута Коалификационной комиссии Красноярска, пытаясь повлиять на результат своей команды на чемпионате России, допустили определенные вольности при выпуске этой группы на маршрут. Ну, я уверен, что такое случается. Всякое. Не говоря о Красноярске, но наверняка такое бывает. Ну, я как пример, я, упаси господи, Красноярск, прошу меня извинить. Ни в коем разе. Такого не было, и я не хочу ничего плохого сказать. Я просто говорю, как пример. Я могу точно так сказать. Москва выпустила так. Это же влияние на результат. А мы сейчас в новых правилах прописали, что нельзя допускать влияние на результаты соревнований спортивных. Все должно быть предусмотрено, и эти лица должны понести определенную ответственность. А это значит, если члены маршрута Коалификационной комиссии, выпуская группу, которая будет участвовать в соревнованиях, подписывает ей на маршрутной книжке пятые категории сложности, ставит, то этот маршрут должен быть пятой категории сложности, а никак не шестой, и никак не четвертой. Правильно? А получается довольно часто такая вещь. Документы собираются на судейскую коллегию, судьи-эксперты начинают оценивать эти маршруты, и выясняется, что там, где МКК города Урюпинска подписало, что это маршрут четвертой категории, на самом деле он четвертой категории не соответствует. И что делать? Значит, это влияние на результат? Если бы он был третий, он бы просто не попал на соревнования эти, потому что там только четвертой категории допускается. Ну, а внутри уже, грубо говоря, судейская коллегия этих соревнований разве не может решить, что данный маршрут не соответствует категории сложности, и уже отсуживать его, как тот, который он... Вот это сейчас и прописано в новых правилах. Но мы должны к этому и спортсмены, и члены маршрутной комиссии, и члены судейской коллегии, мы должны к этому приучить себя сначала. Мы должны это осознать, должны понять, на что это влияет, и для чего это сделано, и работать в соответствии с этим. Но нельзя написать так документы, а потом сказать, а мы будем работать так, как работали. Ну, то есть вот разряды спортсменов, которые принимают участие в различных соревнованиях, это что? Это какая-то дань именно как виду спорта? Я правильно это понимаю? Ну, если мы считаем себя видом спорта, значит, у нас должны быть разряды спортивные. Просто вот для меня вообще спортивный туризм, вот как вид спорта, вот конкретно дисциплина маршрут, это разговор в первую очередь о безопасности. То есть для меня есть... Насколько я это понимаю, как бы со своего какого-то такого взгляда невысокого, когда я веду группу на маршрут, составляю его там и прочее, я, соответственно, пользуюсь теми регламентами, которые есть, то есть разрабатываю маршрут в соответствии с тем, чтобы там запустить маршрутную книжку, чтобы объяснить людям, на какой маршрут я веду свою группу, чтобы она соответствовала. То есть это все разработано, вот я вот так вот смотрю, для того, чтобы мы безопасно его прошли. И рекомендации мне дают соответствующие, что здесь у вас там чего-то не хватает, а здесь вы там, может быть, лишнее берете, там, вот, или там, может быть, маршрут, там, предусмотрите еще какие-то там варианты, альтернативные прохождения какого-то препятствия. Вот, и все это вот разговор за безопасность. То есть, вот, но, как вы сами сказали, спортивный туризм, он вид спорта, ну, такой, ну, не то чтобы условно, но своеобразный, да. Я за то, чтобы вот это вот была вот эта история с маршрутными гуляционными комиссиями, чтобы все это было максимально безопасно для тех, кто выходит, потому что мне кажется, что, например, коммерческие какие-то группы, которые идут, они часто пренебрегают этим, или, например, просто неорганизованные, там, самоорганизованные группы, не относящиеся к спорту, они часто пренебрегают какими-то вот этими моментами безопасности, которым приучает именно спортивный туризм. Но для того, чтобы массовость вот эту вот повысить, не слишком ли мы закручиваем гайки вот именно вот с видом спорта? Все-таки все равно все понимают, что туризм – это чаще всего, особенно, дисциплина маршрута, это действительно люди как хобби воспринимают и действительно тратят последнее время. Может быть, вот это то, что происходит, большая бюрократия отталкивает людей, потому что у меня очень много действительно друзей, туристов, которые там более ходят серьезные маршруты, чем я, но они, допустим, не собирают там какие-то справки, не работают, как говорят там альпинисты, в клетку, и при этом, ну, скажем, не тратят свое время, которого у них мало, вот эти вот свои там отпуска для того, чтобы там заполнять какие-то бесконечные бумаги, писать отчеты. Вот. И может быть, мы, наоборот, отталкиваем людей от спортивного туризма тем, что повышаем вот эти вот нормы разрядные там или нормы документов? Ну, вот я уже, может быть, как-то проскальзывал у меня в ответах. Я бы не стал бы вот так вот обобщать на всех. Я еще раз подчеркиваю, что категория людей, которые ходят просто маршруты, она на порядок, а может быть, и больше, чем людей, которые участвуют в спортивном туризме как таковом составляющей. Понимаете? Поэтому здесь я как раз вижу наоборот. Вот та система маршрутно-коволюционных комиссий, которая у нас была создана в советское время еще, и до того работала, и сейчас работает. Ее основная задача – заниматься не организацией, а вот заниматься вот всей массой туристов, которые ходят в походы. Они только участвуют в спортивных соревнованиях. А так как, учитывая, что в обычные маршруты ходят гораздо больше людей, то и работы у нее должно быть больше на порядок с этими людьми. И никто никого отталкивать не будет. А если мы будем замыкаться только на одном, что вот ты сходи в поход и получишь разряд, понимаешь, да? То, конечно, это будет отталкивать. Потому что там надо справки, надо это, надо то, надо это. Но с другой стороны, давайте мы посмотрим так. Вот есть центр дополнительного образования, который развивает некую составляющую в детях. Ну, например, ту же спортивную, краеведение. Это спорт? Наверное, нет. Но когда мы берем некую спортивную школу, то там есть специализированный, квалифицированный работник, который не просто занимается физической подготовкой детей там или людей, а он занимается подготовкой спортсменов. Понимаете? Вот его задача – готовить спортсменов. Что такое Федерация спортивного туризма? Это организация, которая занимается со спортсменами. Она, ее основная деятельность – это развивать вид спорта, а не заниматься людьми, так сказать, просто ходящими. Хотя мы, учитывая развитие нашего движения, мы говорим, что мы едины. И я не хочу делить тоже людей на две составляющие – спортивную и эту. Потому что как только мы проведем линию и будем делить, мы действительно потеряем эту основную массу людей, желающих ходить на маршруты. Поэтому мы говорим, Федерация у нас занимается и тем, и тем, и тем. То есть я правильно понимаю, что, может быть, какая-то такая заочная миссия или вот такое вот, может быть, ваше пожелание какое-то для маршрутов инвестиционных комиссий, чтобы они шли в народ и говорили, вот у нас есть маршруты, которые пройдены, которых там эталонные. Пожалуйста, берите и ходите. Не хотите заявляться? Возьмите хотя бы там безопасный какой-то маршрут. Как выйти народ? Это так должно выглядеть? Да, это называется просветительская деятельность. Именно так они должны работать. Но, к несчастью нашему, сегодняшняя жизнь в стране, она не позволяет многим так работать. Поэтому все говорят так. У меня есть время, я приду, проконсультирую, я поставлю подпись на маршруты книжки, выпущу куда-то, но я никакой ответственности ни за что не несу. Понимаете, о чем речь? Все опять замыкается туда же. Поэтому маршрутные комиссии, конечно, они должны вести эту пропаганду, эту деятельность просветительскую. Они должны работать с каждым человеком, с каждой группой. И если пришла группа на защиту, ни в коем разе нельзя поворачиваться спиной и сказать и говорить там, я вас рассматривать не буду и давать консультации не буду. Конечно, нельзя так себя вести. Они должны работать по-другому. И, к счастью, большинство комиссий работает именно так. Но есть и второе движение, которое широко, опять же, в тех же сетях, оно пропагандирует. А зачем нам это? А я вот ходил 25 лет, водил, и у меня всегда были группы. Я всегда набирал группы. И я с них денег не брал. Я их водил просто так, из чисто... Ну, если они там самопожертвованием и сбросились мне там, купили новый спальник или новую палатку, потому что я обеспечивал их палатками, понимаете, да? Ну, подходы разные могут быть. Но эта составляющая, она тоже достаточно сильна. И вот федерации, маршрутные комиссии, они должны находить в себе и силы, и формы работы, чтобы противостоять вот этому разложению из вне. Понимаете, да? Так что вот такая вот вещь. Ну, мы сильно погрузились, мне кажется, в философию. И какие-то такие вопросы чуть ли не политические. Меня за это не левят. Да, и мне тоже было очень интересно. Но вот если возвращаясь, конкретно к маршрутам и... И к правилам. И к правилам, да. По спортивному туризму. Что, были ли какие-то изменения? Или это все-таки было скомбинировано уже то, что было наработано, то, что уже было принято и понятно? Значит, за основу, за основу были взяты старые правила 13-го года и регламент 2008-го года, который мы в свое время, по туризму, который мы выпускали. Поэтому фактически, ну, не то, что ничего нового, а вот что-то было внесено, но за основу взяты были эти документы. Затем они были переработаны в соответствии с требованиями, рекомендациями по написанию правил и внесены соответствующие изменения. Да, прошло какое-то развитие. Прошло какое-то развитие. Но не всем удалось сделать. Некоторые виды спорта, имея багаж наработки, они не смогли, не нашли в себе силы включить это в новые правила. И это все осталось за бортом. К сожалению. Но новые вехи есть. Значит, в правила внесены, как приложение, методика судейства соревнований. Раньше она была у нас сама по себе документ. И опять же, этим документом пользовались, так как он был условно обязательный, утвержденный президиум, там, федерация и так далее. Это был условно обязательный документ. Как бы по нему, ну, не проводились, а по нему отрабатывали все результаты соревнований. А сейчас эта методика, опять же, по требованию, по рекомендациям, она должна быть включена в правила. И она попала в правила. И вот теперь... Это методика, по которой происходит судейство отчетов по ходу? Ну, я бы сказал, не отчетов. Отчетов это слишком утрировано, потому что, когда мы говорим судейство отчетов, то это называется конкурс. А для того, чтобы все-таки относить себя к спорту, в Министерстве спорта мы говорим, что мы судим прохождение туристского маршрута. Не отчет судим, а используя, конечно, отчетные материалы. Понятно, да, немножко? То есть мы судим, а как люди прошли, а какую технику они показали, а какой стратегический план они заложили и как они его выполнили тактически, а какая техника была показана при прохождении тех или иных препятствий, а какие мероприятия по безопасности были заложены, а соблюдены ли эти общие нормы требования, как вот мы говорим, а опыт группы соответствовал заявленному маршруту, а он не соответствовал, а почему им какая выпустила, если не соответствует, значит штрафные баллы. Понятно, да? То есть вот все это сейчас заложено в методику, и теперь уже... Сергей Иванович, А вот методика категорирования маршрута тоже заложена? Это отдельный документ методика категорирования. В правило заложено только требование к наличию того, того или того в том или иной категории сложности маршрута. А вот как это посчитать, высчитать, это документ методика. К счастью, мы от этого ушли. И я скажу почему. У нас восемь видов и у нас восемь методик. Ну, восемь условно, девять, да? И у нас у каждого вида своя методика. И это пишет каждый специалист. И если бы мы попытались внести эти методики в правила, а в общем-то от нас это требование было такое, мы бы до сих пор эти правила не написали. Потому что правила должны быть написаны нормальным языком, который понятен и законодательной составляющей понятен, и министерство спорта, и министерство юстиции, всем понятен. Только такие вещи утверждать. По закону должно быть. А документ должен быть написан законодательно. Хотя мы прекрасно понимаем, что на уровне даже России у нас есть такие законы, которые соблюсти очень сложно и выполнить очень сложно. Ну, не будем говорить о законах, которые принимаются в нашей стране. Но просто у меня был некий такой диссонанс небольшой в плане того, что есть требования к категории маршрута, в ней указано количество баллов, которые должны быть, но при этом нету самой методики. То есть она будет отдельным документом. Она отдельно будет документом и это может быть правильно. Почему? Потому что этот документ он более текучий, он более подвижный документ. Пройдет два года, поменяется техника и методика должна найти небольшие изменения. А мы же не можем правила менять. А в баллах-то уже будет какое-то ограничение? А вот тогда эту методику напишут под правило. И если четвертая категория там условно это 180 баллов, значит методика должна быть написана так, чтобы по ней было четвертая категория 180 баллов, но от обратного. Это же не сложно. Мне сложно сказать, сложно это или нет. Мне кажется, что так немножечко сложнее. Хотя они могут быть переработаны и вообще методики. Но тогда придется, наверное, менять правила. в правилах же не прописано, что четвертая категория там 180 баллов. Там немножко по-другому прописано. Есть, да, некие ворота такие. Я, кстати, обратил внимание, раз уж мы про баллы, что для пешеходного туризма были отменены определяющие препятствия. То есть теперь есть только по сути дела количество баллов, которые необходимо набрать. И нет необходимости какой-то одной из высших препятствий, например, как в горном туризме преодолевать. Ну, это отчасти связано с тем, что с нежеланием прописать некую четкость. Ведь если мы методику втянем в правила и там пропишем все это дело, понятно, да, то тогда тяжело нам будет работать. Вот еще я обратил внимание, то, на что мне хватило внимания, когда я читал, это то, что сейчас повышено какое-то такое внимание, опять же, употреблю это слово, к некатегорийным маршрутам, то есть маршрутам, которые раньше считались степенными, детско-юношескими, вот сейчас получается, они уже становятся взрослыми. Вот. То есть ну, правильно, в одной из требований допуска к соревнованиям написано, что на первую категорию сложности при выпуске, в рамках соревнований, я подчеркну, только в рамках соревнований, у спортсменов должен быть степенной маршрут, пройденный. Ну, давайте, опять же, пофилософствуем, что такое степенной маршрут. Если группа собралась пройти маршрут, ну, она, наверное, не за один день собирается, правильно? Она, по крайней мере, там, ну, за два месяца хотя бы. А если она собирается участвовать в соревнованиях, то это вообще, наверное, люди одного коллектива, правильно? И они давно уже знают друг друга, и не один раз уже выходили на различные мероприятия туристские, слеты, а может быть, участвовали в соревнованиях на дистанциях и так далее. То есть вот эти вот выходы, скажем так, Подмосковья, да, вот эти звездочки, которые организуют различные турклубы, различные марафоны, забеги, на дистанцию, их же можно рассматривать как степенной маршрут. И что такое степенной маршрут, предположим, пешеходный? Ну, это там 45 километров. Это можно за два дня пройти. Согласитесь? Ну, за три. Если я не ошибаюсь, там же есть необходимость в определенном количестве ходовых дней и ночевок. Степенный маршрут это упрощенно все. Там все меньше, все ниже. Понятно. Но, с одной стороны, степенные маршруты нужны для того, чтобы не потерять детей в спорте. Ведь, если не будет детей в спорте, не будет спорта как такового. Откуда кадры-то растить? Правильно? Значит, они должны быть там, эти степенные маршруты, присутствуют. За них даются юношеские разряды. А детям это стимул. Это стимул и центрам дополнительного образования, и спортивным школам. Хотя, спортивная школа, конечно, более весома для них мастера и кандидата, мастера спорта и перворазрядники, но с чего-то надо все равно начинать. Поэтому отсюда были включены степенные маршруты. Да, это некое, ну, скажем так, утрирование, но это обычно, говорят люди, которые уже достигли определенных высот, находили своих шестерок и высот семитысячников, смотрят на все на это, и они вообще не понимают, что такое поход выходного дня. Они этим вообще уже не занимаются давным-давно. Они и на маршрут уже давно не ходят. И не знают, что такое подготовка к походу. Что группу надо сплачивать, что надо проводить тренировочные занятия. А раньше ведь было выход на местности, проверка группы. Проводится сейчас очень крайне редко. Регионы какие-то проводят такие мероприятия. Вот это все можно назвать и притянуть к степенным маршрутам. А чем больше мы будем вести учет, а потом в статистике отчитываться, что мы провели столько-то мероприятий степенных маршрутов, это же сумасшедшие будут цифры у нас. И по участию, по количеству людей, участвующих в этих маршрутах. Согласитесь, мы опять займем свое ведущее место среди видов спорта. Я согласен с тем, что прохождение степенного маршрута перед походом категорийным, это как минимум дополнительная какая-то гарантия, это то, что будет все нормально и в группе, и что они там по характеру может быть проверятся и по физическим силам. Поэтому я в принципе поддерживаю это нововведение. Что еще, может быть, мы упустили, какие изменения еще интересные маршруты произошли? Ну, вот я уже сказал вам, что методику мы ввели туда, да, вот, и вы задавали вопрос по поводу, а можно ли перекатегорировать маршрут. Значит, вот в правилах это тоже сейчас указано, что, в принципе, в отдельных ситуациях, когда коллектив судей-экспертов принимает, видит, что маршрут откатегорировал неправильно, откатегорирован неправильно, то он может принять решение коллективное голосованием, что этот маршрут соответствует той или иной категории сложности. А это значит, он, это перекатегорирование будет влиять на результаты этой команды. Поэтому маршрутно-ководистационной комиссии, те, которые на местах, которые пытаются каким-то образом повлиять на результаты этой команды, которую они упускают, они, так сказать, отсекаются в этом случае эти действия. То есть штрафоваться будет команда за это мероприятие, даже если это МКК допустила, им разрешила, все равно группа будет штрафоваться по этому результату. Потому что грамотность руководителя, она, в общем-то, проверяется этим. То есть я правильно понимаю, то есть не будет допущено того, что команда, которая изначально не могла пройти, например, маршрут более высокой категории сложности, заявляется на более низкую, проходит более высокую, и потом ее могут перекатегорировать. Нет, вы немножко это самое перепрыгнули туда, туда, туда и обратно. Здесь я еще раз подчеркну, суть очень простой. Значит, так как у нас многомерность категорирования маршрутов, мы всегда говорим, у нас столько неопределенностей, у нас столько, особенно в пешеходном туризме, у нас столько факторов, которые влияют на категорию сложности маршрута, у нас районы, у нас это, у нас то, или в велосипеде, там погода влияет на категорию сложности маршрута, и это, в общем-то, нормально. Если дождливая погода, то вся эта проходимость этого маршрута, она усложняется, значит, наверное, категория должна возрасти. Мне трудно с этим согласиться, но я, в принципе, это понимаю, что, наверное, каким-то образом это должно найти отражение. Вот. Так вот, мы под эту ссылку, мы допускаем, мы, это я подразумеваю, маршрутно-квалификационной комиссии, мы можем допустить определенную слабинку. И когда, на самом деле, реально маршрут находится на грани фола, четвертый, пятый, на крайности находится, маршрутная комиссия может из тех или иных соображений написать ту или иную категорию. Вот я приводил пример. Если маршрут третьей категории, но с элементами четвертой, а она ему ставит четвертую категорию, что это дает возможности для группы? Это дает ей возможность заявиться на чемпионат России. Потому что там с третьей категории не берут, на четверку берут. Значит, она уже попадает туда как четвертая категория сложности. А если команда изначально была не готова прохождение маршрута четвертой категории сложности, ну, в плане там, опыта, здесь... Не будет ли это вот каким-то неким подстегиванием для амбиции и утрата каких-то вот факторов безопасности? Здесь должна работать маршрутно-квалификационная комиссия. И в правилах мы прописали, у нас сейчас в правилах как прописано? Судья по виду член МКК. Понятно, да? То есть мы через ДФИС прописали вот такую вещь. Это что означает? Это означает то, что мы на самом деле среди всей когорты членов маршрута-квалификационной комиссии мы хотим, чтобы на соревнования на соревнования выпускали только члены МКК, имеющие судейскую категорию. Потому что это единственная судейская категория, это единственное, что может повлиять потом, повлиять на этого члена МКК. Его могут лишить судейской категории, например, за какие-то там нарушения провинности. А так член МКК, он общественник, его ничего нельзя лишить, ни за что. Подписал книжку и подписал. А я считаю, что это пятая категория и подмахнул. Понимаешь как? То есть и ни за что он не несет ответственность. А это же соревнования, соревновательный процесс. Это влияет на результат команды, команды, распределения места. Поэтому здесь какая-то такая четкость должна быть. Ведь методика она строится каким образом? Если это маршрут четвертой категории, то диапазон оценки у него такой. А если это третья категория, то диапазон оценки такой. А потом еще один момент. Проводим мы например чемпионат, не чемпионат, кубок проводим например России. Из неких соображений мы на кубок допускаем команды с маршрутами пятой категории сложности. а вот какая-то МКК решила, что вот этот маршрут с элементами шестой категории сложности, там пороги шестерочные, он пойдет на кубок. Но она из каких-то соображений пишет, что этот порог по малой воде он такой-то, поэтому маршрут пятой категории. И по малой воде. Группа выходит на маршрут, а потом вода оказывается, что не малая вовсе, а большая. и в результате маршрут перерастает и пятой с элементами шесть. Спрашивается, и что делать с этой командой? Ведь если у него будет пятой с элементами шесть, то эта команда обыграет все остальные команды, которые просто стандартные пятой категории сложные. Ну, не все, я условно говорю. Мы должны исключить такие ситуации. Это влияние на результат соревнований называется. То МК по сути должно сделать вывод при выпуске на маршрут группе заявить, что данные пороги могут иметь категорию сложности, относящуюся к шестой категории. Поэтому этот маршрут вам не рекомендуется, вы не имеете права его заявлять на кубок, потому что он может перейти в маршрут пятый с элементами шестой категории. Понимаете? То есть вот здесь уже на этом уровне мы должны разобраться с этими участниками соревнований. Вот эти новые они это тоже как-то предусматривают. А соревнования между вот такими пороговыми участниками возможно? Ради бога, конечно, возможно, но мы должны тогда четко сказать, что вид программы у нас вот такой. Вот, например, чемпионат России. Мы говорим, у нас в чемпионате участвуют маршруты четвертой, пятой, шестой категории. Значит, если маршрут будет четыре с элементами пять или пять с элементами шесть, да ради бога, пусть он участвует. Пусть он участвует. Но мы не рекомендуем при оформлении маршрута, при оформлении маршрута, заведомо выбирать категорию с элементами. Почему? Потому что, когда мы берем правила вида спорта, у нас нет такого понятия четыре с элементами пять. У нас есть классификации, где маршруты первая, вторая, третья, шестая категория. Все. Точка. А покажите мне, пожалуйста, в легкой атлетике бег на семьсот двадцать пять метров. Там такой дистанции нету. Восемьсот есть. Шестой есть. А такой нету. А у нас некая произвольность. Хочу-с-хочу. И мы всегда топчемся вокруг одного. Но ведь это интересный маршрут. Ведь людям интересно пройти маршрут. Должны они тогда выбирать. Либо ты спортсмен, и тебе не интересно маршрут, а тебе интересно место занять какое-то. Либо если тебе маршрут интересный, ну ты сходи этот маршрут, а в соревнованиях поучаствуешь в следующий раз. В общем, вывод напрашивается только один. Ходите в походы, ходите в спортивные, ходите не в спортивные. В любые. Федерации должны работать, чтобы привлекать своих туристов к соревновательному процессу, поэтому они должны работать с ними при выпуске на маршрут, рекомендовать им, если это нужно, участие в соревнованиях. А сами люди должны просто ходить в походы, писать отчеты, потому что информативность, которая в отчетах и получается на маршруты, она всем нужна. Она нужна для той же самой безопасности, потому что все меняется, меняется рельеф, меняется климат в районе, и если не будет свежей информации, то это очень плохо. Мы все говорим, а, в интернете все есть, но интернет это большая помойка, там никто ни за что не отвечает, а когда человек написал документ и еще расписался как руководитель, значит, он несет ответственность за ту моральную, как вы говорите, то ответственность за ту информацию, которую он дал в отчете, а за интернет никто ничего не несет, никакой ответственности. я могу сказать нашим зрителям о том, чтобы они не стеснялись обращаться в маршрутно-ковлекционной комиссии, если вдруг даже захотят пойти в какой-то поход неспортивный, вам всегда поможет, расскажет о самых безопасных и интересных маршрутах вашего региона или того, в который вы хотите сходить. это просто необходимо обращаться в маршрутно-ковлекционные комиссии всем, кто собирается совершить путешествие. Я в заключении хочу сказать, что вам спасибо, что пригласили. Я пожелаю всем ходить в походы. Тем, кого интересует более подробный разбор правил, Федерация, возможно, в какое-то ближайшее время будет проводить семинар. Ну, правда, он семинар для спортивных судей, но, в принципе, мы его будем опубликовывать и, наверное, при определенном желании можем подключить для прослушивания. Он дистанционный будет, скорее всего. Так что, все желающие могут потом с этим материалом ознакомиться. Правила тоже надо читать. Надо знать свои права и свои обязанности. Сейчас в правилах четко прописаны и права, и обязанности спортсмена. Если раньше кому-то что-то совершили, потом за руку схватили, он пришел в МКК и сказал, такого не было, за что меня сняли с соревнований, сейчас ему укажут пункт правил и скажут на основании вот этого пункта правила. И разговор закончится. Будем надеяться, что с нашими спортсменами такого не случится. Спасибо вам большое, Сергей Иванович. Я благодарен, что вы к нам пришли. Обязательно, с удовольствием. Спасибо вам.